Шейный остеохондроз, его рефлекторные синдромы, синдром малой грудной мышцы, клиника, дифдиагностика и лечение. Шейный остеохондроз – это прогрессирующий дегенеративно-дистрофический процесс, который приводит к истощению, деформации и разрушению межпозвоночных дисков шейного отдела. Утрата амортизирующего хряща вызывает болезненные ощущения как за счет обнажения суставных поверхностей, так и за счет пережимания нервных крышков спинного мозга. Рефлекторные синдромы шейного остеохондроза. Среди этих синдромов различают цервикологию, цервикокраниолгию и задний шейный симптоматический синдром. Рефлекторный синдром в области шеемиологии проявляется болью в виде прострелов или более постоянных болевых ощущений. При этом отмечается ограничение подвижности шеи. Причиной шейных прострелов является набухание студенистого ядра межпозвоночных дисков. Возникающая при травмах, действиях холода и других факторов. Боль возникает в результате раздражения рецепторов болевой чувствительности в фиброзном и мышечной тканях позвоночника. В капсуле межпозвоночных суставов, связках, сухожилиях мышц шеи боль может локализоваться и в области затылка. При пальпации шеи нередко определяется болезненность. В области правовертебральных точек, остистых отростков по ходу сосудов появляются узелки Корнелиуса и Мюллера в мышцах. Болезненность и напряжение передней лестничной мышцы. Синдром передней лестничной мышцы Нафт-Ситчера. Этот синдром сопровождается симптомами сдавления нижнего нервного ствола плечевого сплетения, а также подключись на артерии и вены. Возникает ощущение боли и тяжести верхних конечностей. Иногда усиливается при вдохе и наклоне головы в здоровую сторону. Боль может распространяться на плечевой пояс и грудную клетку. Левосторонняя локализация боли часто стимулирует сердечную боль. В верхней оконечности отечной особенно кисти отмечается трофические нарушения на коже, ногтях, а также ослабление пульса. На рентгенограммах кисти выявляется остеопороз костей. Нейродистрофические брахиологии проявляются периатрозом, плечевым эпикодилиозом, стилоидозом, синдромом плечой кисть Стейнброкера. У больных появляется боль в области плечевого сустава, усиливающаяся при движении и дерагирующая верхнюю конечность и шею. При пальпации в области сустава определяются болезненные участки. Постепенно верхняя конечность фиксируется в положении приведения, развивается атрофия дельтовидной мышцы. На рентгенограмме плечевого сустава видны признаки деформирующего артроза. Важным фактором возникновения указанных синдромов является вовлечение в патологический процесс местных шейных симпатических узлов и волокон и общих по типу рефлекторного вовлечения гипоталамических вегетативных центров вегетативных образований. При правосторонней локализации шейного остеохондроза вышеописанные изменения локализуются в правой верхней конечности плечевом поясе справа, в левой наоборот. Клиника цервикологии, это чаще всего ограничение болезненности при движении в шок, и клиника цервикокраниологии. Синдром малой грудной мышцы или синдром Райта-Менделовича. Он обусловлен мышечно-тоническими, а также нейродистрофическими изменениями в малой грудной мышце, вызывающими компрессию проходящего под ней сосудистонервного пучка. Причинами развития этого синдрома могут быть увеличение или скрелероз малой грудной мышцы. Предрасполагающими факторами к развитию синдрома Райта-Менделовича могут быть длительные работы, связанные с отведением плеча. Например, проведение малярных работ без тренировки, работая кистью художника. При максимальном отведении плеча натягивающаяся малая грудная мышца может прижимать сосудистонервный пучок к любовидному отростку лопатки. Подобная микротравма постоянно и длительно, повторяясь, приводит не только к механическому сдавлению просвета артерии в момент прижатия, но и вызывает также спазм сосуда и поддерживает раздражение стволов плечевого сплетения. Клиническая картина. Она характеризуется болью грудной клетки в проекции малой грудной мышцы с и радиацией в плечо, в плечи и кисти, иногда в лопаточном области. Боль усиливается при физической нагрузке, осуществляемой с участием руки. Отмечается при эстезии в области 4-5 пальцев кисти. При отведении руки возникает легкая артериальная и веносная недостаточность. Руки. Изменение пульсации лучевой артерии. Диагностическое значение я, наверное, не буду читать, потому что основная клиническая картина описана в первом абзаце. Дип-диагностика. Дифференциальный диагноз приходится проводить синдромом Стейн-Брокера, синдром плечо-кисти, который характеризуется мучительными жгучими болями в плече и кисти, рефлекторной конструктурой мышц плечевого и лучезапясного суставов с выраженными вегетативно-трофическими расстройствами, особенно в кисти. Кожа кисти отечная, гладкая, блестящая. Иногда отмечается эритема на ладони и цианоз пальцев. С течением времени присоединяется мышечная атрофия, сгибательная конструктура пальцев. Мышечная атрофия, сгибательная конструктура пальцев, остеопороз кисти, синдром Зудека. Формируется анкелоз плечевого сустава. Этот синдром связан нейродистрофическими нарушениями при шейном остеохондрозе, инфарктом миокарда, ишемией трофических зон спинного мозга и травмами плечевого пояса в верхней конечности. Главным механизмом развития синдрома является иритация шейно-грудных симпатических нервов, симпатические трунциты. При брахиалгии, связанной с артрозами и переартрозами, неврологические расстройства не обнаруживаются. Стволы плечевого сплетения могут втавливаться не только переднелестничными и малой грудной мышцами, но иногда лопаточно-подъязычными. Сухожильная перемычка и нижнее брюшко мышцы в надключичной области располагаются выше лестничных мышц. Боли в области плеча и шеи возникают при разгибании плеча, отведении руки назад, либо в роте головы в противоположную сторону. Боли и парастезия усиливаются при давлении на область гипертрофированного нижнего брюшка лопаточно-подъязычной мышцы, что соответствует зоне средней и передней лестничных мышц. Отведение руки назад и поворот головы. Лечение включает общую этиотропную терапию и местные воздействия. Учитывает возможную связь тонального синдрома с ревматизмом, бруцеллезом, артрозоартритами обменного происхождения, гормональными нарушениями и другими состояниями, способствующими компримированию нервоокружающими тканями. Местна в область ущемления нервовует анестетика и глюкокортикоиды. Комплексное лечение включает физиотерапию, назначение вазоактивных, противоотечных и ноотропных препаратов, антигипоксантов и антиоксидантов, миорелаксантов, ганглиоаблокаторов и других. Хирургическая декомпрессия с рассечением сдавливающих нерв тканей показана при безуспешности консервативного лечения. Прогноз зависит от своевременности и адекватности лечения, правильных профилактических рекомендаций, ориентации больного в выборе или изменения профессии, способствующей развитию туннельной невропатии.